Всем привет, друзья! С вами снова Дмитрий, канал Лега Крэйзи Моушн. Добро пожаловать на очередное видео. Сегодня будет короткий небольшой обзорчик, но перед этим опять небольшая информация о том, что происходит у меня на канале. Для начала я получил мега крутой танк. Вообще просто фантастика. Я не ожидал, что это настолько крутой танк. Обзор на него будет в ближайшее время, может быть даже в рамках военной академии. Посмотрим. Далее я запилил самоделку. И самоделка, как мне кажется, получилась очень даже неплохая. Это сцена из Сталкера. Поэтому я решил тоже сделать на нее обзор в ближайшее время. И я получил второй модульный дом в группе Китайская Крутотенежка ВКонтакте. Шло голосованием, если вы помните, какой модульник следующий выбрать. Был выбор между... Первый дом это была школа боевых искусств, рукопашного боя. Ну а дальше был какой-то выбор из новых модульников китайских. И вот победила китайская пивнушка. Пивнушку я и приобрел. О всех плюсах и минусах тоже отдельно обязательно будет видео. Значит это общие такие вот новости о канале. Сейчас немножко частности. А потом перейдем к конкретной сегодняшней теме. Ну а конкретно в этом видео мы будем рассматривать две небольшие посылки с Алиэкспресс. Причем одна из них меня просто убила. Я там в голос поржал с продавца. Однако стоит отдельно еще упомянуть ребят, которые сделали свой вклад в помощь, в развитие канала. Итак, донаты в этот раз. Кто же у нас отличился? Сталкер, человек по имени Сталкер прислал 10 рублей и сообщение. Внимание, сообщение. Я был в зоне отчуждения. Я видел аномалии и мутантов. Все. Больше ничего не прислал. Я не знаю, как на это реагировать. Ну здорово. Наверное поздравляю. Ну что. В любом случае спасибо за 10 рублей и столь емко мысли из объявления. Так, далее. Дмитрий Исаев прислал 10 рублей и сообщение. Привет, смотрю тебя с 23 тысяч подписчиков. О, олдскульный фанат. Добро пожаловать. Очень нравится приключение Кондра и Сталкер. Сериал просто бомба. Помню еще Найки делал обзоры под веселую музыку. Будешь ли делать обзоры на солдат с Али? Удачи с каналом. Дмитрий, спасибо за донат. И, конечно же, я буду еще делать обзоры на солдат с Али и военную технику. Обязательно все это будет. Далее. Никита Зайцев 10 рублей прислал. И у меня к тебе два вопроса. Нужны помощники для Сталкера? И второй. Сделай в ВК свой магазин. И удачи тебе. Никита, спасибо за донат. Значит, по первому вопросу. Нужны ли помощники для Сталкера? Когда я делал сценарий для первых нескольких серий, я очень активно обращался за помощью к ребятам, кто хорошо разбирается в теме. Сейчас сюжет настолько, скажем так, уже параллельный со Сталкера, со вселенной Сталкера, то есть как бы что сейчас же больше взаимоотношения внутри группы важны. Поэтому нет, сейчас при написании сценария я ничьей помощью не пользуюсь. Я все пишу сам. И если ты про озвучку, то сейчас у всех героев как бы голоса есть. Но если мне нужна помощь в озвучке, то обычно я в группе пишу, что типа, мол, ребята, нужны там срочно такой-то голос. Так, сделай свой магазин ВК. Никита, у меня нет магазина, потому что мне, грубо говоря, нечего продавать. Все, что я покупаю, я оставляю себе для съемок. У меня есть группа ВКонтакте под названием Китайская Крутотенюшка. Туда я выкладываю все полезные ссылки с Али. Если ты хочешь относительно дешевых товаров, связанных с военной тематикой, как правило, ну там большая часть получается, то просто подписывайся на эту группу и следи, смотри в фотоальбомах и следи за обновлением. Будет тебе счастье и не нужно будет ни у кого покупать с переплатой. Так, Иван Губин прислал 10 рублей. Иван, помню, ты про посылку спрашивал. И в этот раз ты говоришь, что ты готов отправить посылку. Иван, напиши мне в личку ВКонтакте. Только в личке я тебе смогу написать адрес. Здесь нет смысла, потому что мало кто готов отправить в Испанию. Так что Иван, спасибо тебе за очередной донат и пиши мне в личку ВКонтакте. Жду твоего сообщения. Лего Вориор прислал 15 рублей. Здравствуйте. Можно вопрос, где брали торсики десантников? И еще, стоит ли делать Лего мультфильм про Афганистан в виде документального, ну то есть с рассказами о битвах, об оружиях той войны, или делать обычный? Удачи! Лего Вориор, спасибо за твои 15 рублей. Они тоже пойдут на дело. По поводу торсиков десантников. Это торсики, которые я покупал на сайте Citizen Brick. По-моему, у меня даже когда-то был обзор этого интернет-магазина. Это американский интернет-магазин, и там все достаточно дорого. То есть торсики эти прилично стоят. Где взять похожие подешевле, не знаю. Но я бы уже рекомендовал на самом деле. Если ты смотрел видео, обзор про солдат на Корейскую войну, по-моему, они назывались, там совершенно классные торсики с ушанками, с обвесом под Афганистан. Поэтому я думаю, даже что тебе не нужны торсики Citizen Brick, которые дорогие, можно купить дешевый с Алиэкспресс. Посмотри, у меня обзор, наверняка найдешь. Там как раз я и писал, что под Афганистан это отличные-отличные торсики и стоит набор недорого. Потому что один торсик Citizen Brick, вдумайся, торсик, без ног, без головы, без оружия, стоит 6 долларов. Я думаю, что тебе это не надо. Так, и стоит ли делать документальный фильм про Афганистан? Ну, знаешь как, чисто документальный, думаю, нет. А вот смесь документального, это, кстати, интересный, достаточно вариант, когда ты делаешь рассказ про какое-то событие и одновременно мультик уже переходит в художественную фазу. Такой симбиоз, я думаю, даже вполне может быть интересен зрителям. Чисто документальный, я думаю, не зайдет. Так, и последний. Кириан Трунилин. О, Кириан, я уже как бы тебя видел в донаторах. Это здорово. Прислал 50 рублей и просит передать. 50 рублей это самый большой донат на сегодня. Вот из вновь присланных. И Кириан просит передать привет своему брату Саше. Саша, видимо, с фамилией такой же раз брат, Трунилин. Саша Трунилин, привет тебе от Дмитрия, канал Олега Крэйзи Моушен. И также привет, собственно, самому Кириану. Кириан, спасибо за помощь каналу, за поддержку. Привет тебе. Если надумаешь вводить моего персонажа Эдвардса, да, я помню, ты писал про это, то ему подойдет прическа от Квин Гонджина из Звездных Войн. Удачи, пока. Про Эдвардса подумаю, пока ничего обещать не могу. Итак, всем ребятам спасибо за вопросы, спасибо за донаты, за поддержку. И теперь переходим уже к обзорчику на сегодня. Ну и как вы догадались, у меня сегодня две посылки с Алиэкспресс. Давайте начнем с оружия. Значит, здесь у меня пулемет. И что же меня так сильно порадовало в этом пулемете? Порадовали меня китайские продавцы, которые, видимо, не совсем понимают, что они продают. Короче, в сете, который я купил, по-моему, шло несколько бежевых, несколько серых самолетов, господи, пулеметов. У меня почему-то получилось, я смешанный, видимо, набор взял, у меня получалось три серых, три бежевых. Так вот, пулемет. Внешне он напоминает то ли Максима пулемет, то ли Викерс. Ну, короче, суть в чем. Китайские продавцы на сайте поставили картинку, что пулемет выглядит вот так вот. И это типа пулемет. Причем не просто поставили такую картинку, а прям вот инструкцию показали, как его собирать. Что нужно вот эту вот штучку вставлять в эту дырочку, прям стрелочка, вот так вот. И вот это вот у вас получается типа крутой пулемет. В общем, очень ржачно. Меня прям дико-дико это порадовало. Не знаю, на кого рассчитано, но здорово. Ребят, на самом деле, для тех, кто не китайский продавец, объясняю. Или нет, для тех, кто наоборот, китайский продавец, объясняю. Это просто как литник. Использовалось, прилепили все к одной детали. Вначале мы отламываем пулеметную ленту. Потом отламываем вот эту вот кривую деталь, на которой у нас будет все держаться. Вот эта штука вообще мусор. Просто крепеж. Это, можно сказать, основная часть пулемета. Дальше мы вот этот маленький штырек вставляем в углубление. Эть, эть, вот. Теперь в треногу вставляем штучку. Как я классно изъясняюсь. Вот это богатый словарный запас, я понимаю. И втыкаем пулеметную ленту слева. Эть, так, чтобы пули смотрели на врага, а не на того, кто стреляет. Это, кстати, очень важно, ребят, запомните. Все, вот теперь это нормальный пулемет. Причем, я же уже покупал большое количество пулеметов. Вот такие пулеметы китайцы выпустили впервые. В чем его суть? Именно вот в этом вот оборозке, в углублении. Пулемет может быть использован как для стрельбы по самолетам, так и для стрельбы по пехоте и даже вниз. То есть он, как на салазках, по полозу, по лозе, одно ездит вверх-вниз. И очень клево вот в окопах поставил. Надо, стреляешь по самолетам. Надо, с горы стреляешь вниз, по, там, не знаю, из засады, по пехотинцам, по транспортам. А можешь поставить прямо и фигачить по противнику на другой стороне. Ну или немножко навесом, если далеко. Если надо просто подавить огневую точку. Вот, вот так он и собирается. А ни в коем случае не вот так вот, как рекомендуют китайские продавцы. Это просто вот, блин, смешно. Пулемет отличный. Очень хорошего качества. Соответственно, у меня их теперь 5 штук. Минус, наверное, только один. Что он серый. Ну серый еще, не знаю. Кажется, надо красить. Надо красить в какой-нибудь темно-серый, либо черный, либо темно-зеленый. Но вот для пустыни, наверное, бежевый подойдет. Я не все еще из них разобрал. Под первую мировую пулемет просто идеальный. Вот, так это была первая часть обзора на сегодня. Ссылку на пулеметы оставлю в описании. Смотрите, пулеметы очень клевые. Прям вот восторг. Классно с ними каких-нибудь британцев поставить. Вот для британцев, мне кажется, вообще будет самое оно. Так, и второе на сегодня это расчлененка. И когда я говорил про расчлененку, я не шутил. Как вы видите, это такая уникальная фигурка в разрезе, где мы видим, как устроена фигурка лего изнутри. Органы, желудок, кости, суставы, не знаю, там нервная система, череп. Короче, нам теперь близка анатомия лего-человечка. Ее можно использовать в школе как экспонат, не знаю, в кабинете биологии. Человек в разрезе, органы всякие. Я думаю, что в школе у многих такие стояли, и скелеты были. Вот для школьного антуража вполне такое подойдет. Ну, или для Хэллоуина. Но, если вы думали, что это самая жуткая расчлененка, то нет, у нас еще есть второй вариант. А вторая фигурка, это у нас вообще жесткач-жесткач. Фигурка с содранной кожей. Также может, конечно, подойти для кабинета биологии, а может подойти для кабинета пыток, в кунсткамере и еще много где. Здесь полноценно мы видим позвоночник, ребра, внутренности, мышцы. Короче, ну, забавная фигурка. Я не знаю, куда ее для темы зомби, или для темы школы, или куда вообще это все можно применить. Но надо отдать должность, что сама по себе идея и фигурка вполне интересная. Так что, может быть, где-нибудь она и проявится у меня. Не знаю, в детском мультфильме или не в очень детском. Но факт остается фактом. Фигурка интересная, принты хорошие, четкие, яркие. Так что, все замечательно. Главное, по качеству фигурка хорошая. И третья фигурка из этой вот расчлененной серии. Это у нас дроид расчлененный. На самом деле, фигурка, это она абсолютно безобидная. Не такая мрачная, мерзопакостная, как первые две. Здесь у нас дроид с открытыми какими-то частями. Можно посмотреть его провода, шланги, металлические трубки. И, так, значит, качество принтов, опять-таки, детализация рисунка очень хорошая. Но все на очень высоком уровне. Все очень клево сделано. Хочется отметить, что, ну, мне, во-первых, показалось, что это похоже на какого-нибудь там C-3PO в разрезе. А вторая мысль, которая у меня мелькнула, когда я увидел эту фигурку, это то, что фигурка идеально подойдет под тему стимпанка. Вот почему-то мне так показалось, что под какой-нибудь стимпанк, ну, или были сайфи какой-нибудь фигурка, очень даже подойдет. И, если я не ошибаюсь, у продавца было некое разнообразие таких фигурок. Я взял, ну, и типа человеческого облика, и с роботами. Я взял только три. Если я ссылку найду, я оставлю в описании. Если не найду, уже не оставлю. Не знаю, потому что я покупал давно, еще в прошлом году. Просто сейчас руки дошли их открыть. Ну что, друзья, пришло время прощаться. Спасибо за просмотр. И увидимся на канале. Всем счастливо. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok